Уилл Дюрант и Ариэль Дюрант. Уроки истории. Закономерности развития цивилизации за пять тысяч лет. Читает Андрей Новокрещенов. Уроки истории супругов Уилла и Ариэль Дюрант. Хистория эст магистравита. История учитель жизни. С этой цицероновской формулы начинается, пожалуй, добрая часть учебников истории, однако все, что излагается далее, ставит ее истинность под сомнение. Речь, конечно, не столько о неистребимых пороках и страстях человека как таковых, сколько о принципиальной возможности получения у учителя жизни уроков, знаний закономерности исторического процесса и их применении. Пытаясь эти сомнения разрешить, философы истории создали множество подходов для объяснения специфики развития цивилизации. Марксисты говорили одно, религиозные детерминисты другое, дарвинисты настаивали на третьем и так далее. Даже профессиональный историк оказывается порой в замешательстве перед этим идейным разнообразием. Каждая концепция отчасти работает. История так богата, что любая теория для ее познания может найти материал для своего подтверждения, но при этом неизбежно будет игнорировать фальсифицирующие ее факты и затрещит. Гибкость исторического процесса отвергает всякий универсальный детерминизм. Как тогда найти и понять закономерности прошлого? Или стоит сдаться и лишь искать конкретные объяснения отдельных событий, изучать кусочки пазла, без надежды увидеть хотя бы очертания целого? Решением является признание ограниченности исторического знания и междисциплинарный взгляд на историю, разделяемый Уиллом и Ариэль Дюрант. Историки доказывают, что говорить о логике исторического процесса можно. Они мастерски аккумулировали и развили в 12 эссе наиболее убедительные идеи философии истории. Дарвинизм и спенсеровский органицизм, элементы мальтузианства и марксизма, размышления о роли творческого меньшинства Арнольда Тойнби и значение матрицы истории, географии, развивавшаяся от Монтескио до Броделя. На разных этапах развития человечества некоторые факторы доминируют, а другим еще предстоит проявить себя в полную силу. Красноречивые авторы ведут слушателя по миру исторических хитросплетений и мучительных натяжек и предположений, скрывающих истинные двигатели развития цивилизации. Не все уроки истории окажутся приятными на этом пути, но уже с первых страниц его хочется пройти до конца. Умудренные десятилетиями изучения мировой истории супруги Дюрант обращаются к касающимся каждого неизменным условиям исторического процесса. В природе человека, его зависимости от земли и религии, рассмотрены роль морали и идей, технологии и войн, экономики и демографии, цикличность развития, соотношение социальной и биологической эволюции, значение прогресса и вражды, равенства и свободы. Какие биологические законы определяют человека больше других и как природа добивается равновесия в отношениях с ним? Почему церковь недооценена и какое будущее у веры в богов? Как работают историки и в чем их слабости? Уроки истории охватывают и широкий круг конкретных ситуаций прошлого, от эпох шумеров и эллинов до XX века. Какие социалистические эксперименты проводились в Древнем Риме и империи инков? В чем сходство советского социализма и американского капитализма? На этих примерах Уилл и Ариэль Дюрант доказывают, что знание истории – лучший инструмент для понимания настоящего и прогнозирования будущего. Прошлое хранит ответы на самые главные вопросы о нас. Оно сконцентрировано в настоящем моменте, и мы – сумма всех событий, заложники истории. Написанные в 1968 году уроки истории ничуть не устарели, закономерности развития цивилизации все еще неумолимы, а некоторые из прогнозов авторов уже сбылись. Эта блестящая философская книга неоднократно переиздавалась. Наконец, с ней встретились и вы. Константин Котельников, постоянный автор, дилетант.мезия, аспирант Института истории СПБГУ. Вступление. Чтобы сыграть заключительный аккорд, сначала необходимо проиграть вступление. Окончив на 1789 годе нашу историю цивилизации и окинув взглядом все десять томов, мы все больше укреплялись во мнении о необходимости нового издания с исправлением ошибок и неточностей, как фактических, так и типографских. 11 том. Эпоха Наполеона увидел свет в 1975 году, уже после публикации уроков истории. За время работы над переизданием у нас накопилось изрядное количество заметок, набросков и комментариев по тем или иным причинам в основной текст не вошедших. В них мы пытались прояснить настоящие и возможные грядущие события и рассмотреть природу человека и государства. Ссылки в тексте на тот или иной том истории носят необязательный, но поясняющий характер. Покуда работа над текстом не была окончена, мы всеми силами старались воздержаться от вынесения собственных суждений, однако, несомненно, наш взгляд на события и действующие лица в любом случае определялся выбором примеров. В результате всего перечисленного появилось настоящее собрание наших эссе. В них мы подчас повторяем и самих себя, и тех, кто высказывал те же идеи до нас. Тем не менее, смеем заметить, что нашей целью была вовсе не оригинальность, а всесторонний охват не наших личных прозрений, но исторической совокупности человеческого опыта. Спешим в очередной раз искренне поблагодарить за поддержку и помощь нашу любимую дочь Этель. Уилл и Ариэль Дюрант. Приобрести полную версию данной книги вы сможете, перейдя по ссылке в описании под видео.